Много цифр, друзья. Камаро Усман идет на впечатляющей серии с 12 побед. Масвидаль за прошлый год стал очень популярным. Хорхе одержал три яркие победы и завоевал титул самого опасного засранца UFC. Брат Хабиба Нурмагомедова, Умар, подписал контракт с UFC. До этого Умар выступал в Горилла Fighting Championship и был там чемпионом в легчайшем весе. Скорее всего, он уже скоро проведет дебют в UFC. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил Хабиб Нурмагомедов. Давайте послушаем его реакцию. «Я лошадь и боец UFC», — написал непобежденный российский боец. «Братишка, тебе много предстоит доказать. Когда я подписался в UFC, было много людей, которые не верили в меня. Но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня». Отмечу, что 24-летний Умар Нурмагомедов не знает поражений и имеет на своем счету 12 побед, 6 из которых добыл досрочно. «Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть все для результата. Теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», — написал Хабиб. Эксперты тем временем отметили, что в большинстве случаев «Умар» побеждает судейскими решениями 6 раз, а еще часто он сводит свои бои к сабмишинам 5 раз. Пока что только однажды Нурмагомедов праздновал победу техническим нокаутом. Так что в UFC еще на одного Нурмагомедова стало больше, а Хабиб Нурмагомедов дал вот такие вот наставления своему двоюродному брату. Бывший чемпион АСА Хусейн Халиев на 90% уверен, что Фергюсон не соперник Хабибу. На 90% уверен, что Тони не соперник Хабибу. У него не было таких оппонентов, которые могут бороться на протяжении 5 раундов, — заявляет Халиев. А еще он отмечает, что на данный момент в ростере легкого веса UFC нет ни одного парня, который мог бы превзойти Хабиба в борьбе. «Сейчас в UFC нет бойца легкого веса, способного превзойти Нурмагомедова в борьбе». Вот такие его слова. А еще, по мнению Халиева, МакГрегор был таким вежливым из-за того, что Хабиб его успокоил. Своё мнение еще вчера о поединке высказал и бывший соперник Хабиба Эдсен Барбоза. Кто не в курсе, он сказал, что у Фергюсона будет преимущество, потому что он более креативен и лучше, как ударник. Мнения разделились. На чьей стороне вы? Друзья, можете, кстати, получить приятный бонус по этому промокоду. Петр Ян рассказывает о дате своего следующего боя. Петр заявил, что может выступить в одном карте с Сихуда и Альда, но и не против провести поединок на UFC 249 с Хабибом и Фергюсоном в главной роли. Апрель, май, июнь. Я готов в любой из этих месяцев подраться. Пока не знаю, насколько реально попасть именно в карте UFC 249. Многое зависит от боя Генри Сихуда с Жозе Альда. Отмечу, что бой между Сихуда и Альда пройдет 9 мая в Бразилии в рамках UFC 250. Наверное, логичнее было бы выступить на одном турнире с ними, продолжает Петр. А если не выйдет, то, конечно, с Хабибом в один вечер было бы хорошо подраться, заявил Ян. В то же время менеджер Петра Саят Абдрахманов сообщает, что поединок с Марланом Марайсом находится в разработке на мае или июне. Отмечу, ребят, что 26-летний Петр Ян ведет серию из шести побед под баннером UFC и занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. Хороший взял темп Петр и решительно настроен отобрать титул у Сихуда. Пожелаем ему удачи. В ACA приняли решение ввести новую серию турниров, которая получит название Grand Power. Этот статус будут получать турниры высшей категории, и в них примут участие звездные составы участников. Дебютным событием Grand Power станет турнир ACA-107 Александра Емельяненко против Магомеда Исмейлова. Кстати, Мага продолжает раскручивать их поединок. В Инстаграме он снова сделал выпад в сторону Александра. Напомню, что как вышел, Емельяненко в шутливой форме заявил, что он, как в фильме «Джентльмены удачи», выпил, подрался и в тюрьму. Так вот, Исмаилов сделал заявление в том же ключе, в той же шутливой форме призвал Александра больше тренироваться. «Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты в зал ходи, а то кулак башка попадет, совсем мертвый будешь», — написал Магомед. Поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмейловым запланирован на 3 апреля. Очень интересно, что будет дальше. Каждый день у нас что-то происходит. Брату Хабиба желаем удачи в UFC. Пишите, что думаете обои Емельяненко и Исмаилова. Не забывайте про мой Инстаграм, голос ММА, и много новых идей и интересное предложение. Все там, пишите в Директ. А мы с вами встретимся в следующем выпуске. До скорого!